Илья Сергеевич Пеплов и жена его, Клеопатра Петровна, стояли у двери и жадно подслушивали. За дверью в маленькой зале происходило, по-видимому, объяснение в любви. Объяснялись их дочь Наташенька и учитель уездного училища Щупкин. — Клюет, — шептал Пеплов, дрожа от нетерпения, потирай руки, смотри же, Петровна, как только заговорят о чувствах, тотчас же снимай со стены образа и идем благословлять. Накроем. Благословение образом свято и ненарушимо. Не отвертится тогда, пусть хоть в суд подает. А за дверью происходил такой разговор. — Оставьте ваш характер, — говорил Щупкин, зажигая спичку о своей клетчатой брюке. — Вовсе я не писал вам писем. — Ну да, будто я не знаю вашего почерка, — хохотала девица, манерно взвизгивая и то и дело поглядывая на себя в зеркало. Я сразу узнала. И какие вы странны. Учитель чистописания, а почерк как у курицы. Как же вы учите писать, если сами плохо пишете? — Ничего не значится. В чистописании главное и не почерк. Главное, чтобы ученики не забывались. Кого линейкой по голове ударишь, кого на колени. Да что почерк? Пустое дело. Некрасов писатель был. Особестно глядеть, как он писал. В собрании сочинений показан его почерк. То Некрасов, а то вы. Вздох. Я за писателя с удовольствием бы пошла. Он постоянно бы мне стихи на память писал. Стихи я могу написать вам, ежели желаете. О чем же вы писать можете? О любви. О чувствах. О ваших глазах. Прочтете, очумеете. Слеза прошибет. А ежели я напишу вам поэтические стихи, То дадите тогда ручку поцеловать. Велика важность. Да хоть сейчас целуйте. Щепкин вскочил и, выпучив глаза, Припал к пухлой, пахнущей яичным мылом ручки. Снимай образ, заторопился Пеплов, Толкнув локтем свою жену, Бледнее от волнения, И застегивай сетем. Ну, и немедленней секунды Пеплов распахнул дверь. Дети. Забармотал он, воздевая руки, И слезливо мигая глазами, Господь вас благословит, дети. Мои живите, плодитесь, размножайтесь. И я благословляю, проговорила мамаша. Плачь от счастья, будьте счастливы, дорогие. Вы отнимаете у меня единственное сокровище, Обратилась она к Щупкину. Любите же дочь мою, жалейте ее. Щупкин разъемл рот от изумления и испуга. Приступ родителей был так внезапен и смел, Что он не мог выговорить ни одного слова, попался. А крутили, подумал он, млея от ужаса. Крышка теперь тебе, брат. Не выскочишь. И он покорно подставил свою голову, Как бы желая сказать. Берите. Я побежден. Благословляю. Продолжал папаша и тоже заплакал. Наташенька, дочь моя, становись рядом, Петровна, давай образ. Но тут родитель вдруг перестал плакать, И лицо у него перекосило от гнева. Тумба. Сердито сказал он жене. Голова твоя глупая. Да не что это, образ. Раз. Ах, батюшки светы. Что случилось? Учитель чистописания несмело поднял глаза И увидел, что он спасен. Мамаша в попыхах сняла со стены вместо образа Портрет писателя Ложечникова. Старик Пеплов и его супруга Клеопатра Петровна С портретом в руках стояли скампуженные, Не зная, что им делать и что говорить. Учитель чистописания воспользовался смятением и бежал. Продолжение следует...